В Нижнем Новгороде, который в этом году объявлен новогодней столицей России, началось празднование Нового года. Праздничные мероприятия продлятся в нашем городе практически до середины января. Ну а началось все в эти выходные с парада. В Нижнем Новгороде обычно все шествия парада начинались рядом с площадью Горького и спускались вниз по Большой Покровской на площадь Минина. В этом году парад решили провести наоборот с площади Минина до площади Горького. Праздничные мероприятия Люди дарят мне жаркие объятия, и мне тепло. Нам очень нравится. Красота, все весело, Новый год ощущается, настроение хорошее. Сейчас все изменилось, ведь в этом году звание новогодней столицы России пришло в Нижний Новгород. Честно говоря, думали, что людей будет меньше, огромное количество людей. Интерес, конечно, колоссальный, и я уверен, что ко всем мероприятиям новогодней столицы интерес будет такой же. 24 декабря мы начинаем на Ярмарке, там откроется резиденция Деда Мороза, там откроется каток, там будет выступление фигуристов, олимпийских чемпионов. Обязательно стоит сходить на стадион труд, где будет щелкунчик. Это спящая красавица на Ярмарке, Татьяна Навке, и это точно стоит посетить и посмотреть. Площадок таких достаточно серьезных будет несколько по городу. Это будет и Ярмарка, и Стадион труд, и Горьковская традиционная елка, которая в этом году будет на Блочне Горькова. В парке и Сквере подготовили свои программы. Почти 200 елок установим и украсим по городу. 70 катков. Такого количества катков, конечно, не было. Большие, малые катки на Ярмарке в Швейцарии. В общем, каждый найдет на свой вкус, чем заняться в эти новогодние праздники. Блочне Горьковская традиционная елка на Ярмарке в Швейцарии.